Концентрация содержания горюче-смазочных материалов, попавших в море во время аварии танкера Дельфи, постепенно уменьшается. Если в первые дни аварии 22 и 23 ноября фактическое содержание загрязнителей превышало норму в 157 раз, то сейчас этот показатель уменьшился почти в 8 раз, сообщили в городском департаменте экологии. 23 ноября в конце дня этот показатель составлял уже в 90 раз превышение предельно допустимых концентраций. Далее снижение до 53 и по состоянию на воскресенье, вчера 24 число, превышение было в 19 раз. Специалисты говорят, концентрация загрязнения уменьшается благодаря постоянному вымыванию. Судно не было забонировано и был шторм. И все, которые имелись нефтепродукты, за ночь фактически развеялись в море. Наблюдения будут продолжаться ежедневно. Если бы подобное произошло летом, в период высоких температур, последствия для морской флоры были бы гораздо более разрушительными. Но и говорить, что для одесского региона все обошлось преждевременно. Если бы это была сырая нефть, тогда бы на пляже выбросили эту тяжелую фракцию и загрязнили еще пляжи. И пострадали бы еще и птицы. Но поскольку на этом танкере, скорее всего, перевозили дизельное топливо, поэтому это касается только толщи воды. Часть нефтепродуктов растеклась в виде пленки, часть проникла в толщу воды. И все это оказывает негативное влияние на жизнь. В какой мере мы посмотрим уже в дальнейшем на этих пляжах, как отреагировали организмы. В Одесском порту готовы начать операцию по углубленному во всех смыслах слова осмотру танкера. Как только утихнет ветер, на море вокруг судна установят заградительные боны. После чего будут пытаться проникнуть внутрь опрокинувшегося Делфи. Погодные условия не позволяют начать работы по полноценному изучению содержимого бункеровщика Делфи. Кроме того, недостаточная глубина – серьезная преграда для того, чтобы к Делфи подобрались специальные плавучие средства. Без водолазного обследования, к сожалению, мы не можем определить, что на самом деле с этим судном происходит, какие последствия в результате навала на каменную гряду и волнолом. И по результатам уже обследования будет какое-то понимание в честь того, как быть дальше вообще с этим судном. Но вся ответственность на сегодняшний день за проведение операции по его подъему с дна лежит пока на судовладельце. Пока же порт запросил документы на судно у погранслужбы. Кроме того, капитания порта пытается выйти на связь с владельцем бункеровщика, чтобы понять, как долго плавсредство будет в таком положении главной достопримечательностью Одесского побережья. Виталий Хемий, Константин Нищерет, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.